С момента его возвращения начинается колдовство. Побыстрее хочется узнать, как же распутает этот клубок автор, как он выкрутится из всей этой ситуации. Но это необычное, необыкновенное произведение определенно стоит внимания всех любителей книг. Ну что ж, друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я начинаю цикл маленьких, коротеньких видео с отчетом о прочитанных книгах в рамках марафона «Пять мгновений весны». И первая книга, которую я начала читать в рамках этого марафона, это «Внутри убийцы» Майка Омера. На данный момент я прочитала примерно половину книги и должна сказать, что пока идет все довольно быстренько и ладненько. Начинается история с описания жестокого убийства. Да, вот так сразу автор нам рассказывает в подробностях, как серийник убивает свою жертву. Длится это всего-навсего 2-3 страницы, но должна сказать, что начало для триллера хорошее и забористое. Дальше мы перемещаемся в город Дейл, что в штате Вирджиния, где знакомимся с главной героиней Зоей Бентли. Зоя – психолог, консультант, профайлер отдела поведенческого анализа, или сокращенно ОПА. Также быстро она ознакомится со вторым главным героем, красавчиком Альфа-самцом Тейтумом Греем, которого убрали с предыдущего места работы за его неподчинение и всякие ненужные начальству выходки. На этом моменте, должна признаться, я очень сильно поднапряглась, потому что все эти вываливающиеся на тебя с первых страниц штампы, как правило, потом оборачиваются низкопробным, низкосортным романчиком. Но, тем не менее, уже полкниги позади, и пока мне это не мешает. Дальше уже знакомые нам главные герои получают задание быть консультантами в Чикагском управлении, помогать местной полиции ловить сиреника, который похищает молодых женщин, бальзамирует их тела и оставляет в людных местах. Одним словом, завязка и первая половина истории очень бодренькая, динамичная и вполне себе интересная, хоть и не без недостатков. Также по ходу повествования нам открывается и прошлое главных героев. По большей части это прошлое Зои Бентли, потому что именно ее история детства, ее история возросления, имеет непосредственное продолжение сейчас в настоящем. И здесь должна отметить, что в данной конкретной истории мне очень нравятся эти флешбеки «Прошлое Зои». Они настолько гармоничные, настолько атмосферные и вписывающиеся в общую картинку, что тебе хочется их читать, читать и читать, чтобы быстрее узнать, что же там произошло на самом деле и какова вся эта история, какова ее суть, какова ее начинка. Ну и, конечно же, шуточки. Авторы, которые здесь тоже несколько раз проскакивают, лично я оценила. Второй день марафона. Я почти дочитала первую книгу. Осталось, наверное, страничек 40. Но вот где умыкнуть хоть капельку времени из 24 часов на дочитать, похоже, сегодня станет главным вопросом дня. Но немного о том, что же происходит во второй части книги. Детектива здесь маловато. Я бы даже сказала, его практически нет. Да, мы наблюдаем, как Зоя пытается составить портрет убийцы, как она пробует предугадать его дальнейшие шаги и действия, используя свои психоштучки. И да, мы все в курсе, что профайлер – это новомодная профессия, без которой не обходится ни одно расследование, тем более, если дело касается маньяков и серийников. Но тем не менее, все это должно быть в тандеме с оперативными сотрудниками, с их действиями, с теми людьми, которые собирают улики, ведут допросы, которые замечают то, что обычный человек не заметит и пользуются прочими приемами, которыми их обучают в спецзаведениях, а потом они еще тестируют, пробуют и познают на практике. Здесь этого нет. Всю историю можно разделить на кабинетный психоанализ Зои, которому отдать процентов 90 всей истории, и остальные 10 разбить между напарником Зои и целой группой. Причем напарнику отдать процентов 8-9, а оставшийся 1% – целой группе, которым, собственно говоря, и приехали помогать Зои со своим напарником. Именно поэтому я бы вычеркнула из определения жанра этой книги слово «детектив» и оставила бы все лавры триллеру, которые здесь все-таки есть. Не буду рассказывать, что происходит в этой части истории, дабы это будет нечестно по отношению к тем, кто хочет сам все прочитать и узнать, и не услышать это от меня, но, тем не менее, должна сказать. Здесь всплывает жуткая леденящая кровь истории из прошлого Зои, к которому мы постоянно будем возвращаться в ее воспоминаниях. Мне очень нравятся эти флэшбеки, и побыстрее хочется узнать, как же распутает этот глубок автор, как он выкрутится из всей этой ситуации. Все, я прочитала эту историю, и да, она мне понравилась. Я приятно удивлена, что книга, состоящая полностью из всем известных клише, может быть интересной и не разочарует даже в конце. Мне понравилась динамика истории, мне понравились флэшбеки в прошлое Зои. Черт, да я в диком восторге, что здесь нет любовных сюсюканий. Здесь классная, интересная, погружающая атмосфера. Здесь понятные и интересные герои. Но! Есть и здесь это злополучное «но». Вернее, два. Первое – это герои. Мне по-настоящему не стал близок ни один из героев. Мне не хотелось им переживать, мне не хотелось думать, что они чувствуют. Я наблюдала за ними со стороны. Пусть с интересом, но со стороны. И это не очень хорошо для любой истории. И второе – это бэки, о которых я постоянно говорю. Так вот, эти самые бэки в прошлое оказались куда интереснее и увлекательнее, чем сама история. Даже несмотря на то, что эту историю вы точно, если не читали в другой книге, то хоть разок видели в кино. Это абсолютно точно. Она настолько цепляющая атмосферная, она настолько погружающая, она настолько увлекательная, что ты ныряешь в нее с головой. И это, кстати, символично в данном конкретном случае, ибо все трупы находят у водоемов. И еще мне очень хочется заострить внимание именно на атмосфере, которая лично для меня стала отсылкой к сериалу «Твин Пикс». Думаю, при желании можно даже музыку услышать из него же. И еще один момент, который меня очень сильно расстроил в этой истории, но о котором я ранее не упоминала и не говорила, это дело, которое Зое дает в начале книги, а потом про него забывают. Я не знаю, с чем это связано и зачем это сделано. И на протяжении всей книги, всей истории я ждала, что вот-вот, сейчас, ну вот может быть сейчас или сейчас, оно где-то выстрелит, оно где-то всплывет или вылезет, но нет. Это, на мой взгляд, непростительный косяк автора. Ну да ладно. Кстати, тут ожидаемая, но хорошая концовка, обещающая продолжение, которое в данном конкретном случае я с удовольствием прочту. И, может быть, хоть там всплывет это ранее упомянутое мной забытое дело. Третий день марафона и книга номер два с обложкой в теплых тонах, будь то красный, оранжевый, желтый или какой-то другой подобный цвет. У меня эта книга в запертилище Кристофер с ярко-красной кровавой обложкой. На эту книгу я обратила внимание по одной простой причине. «Я обожаю любые истории с психологическим подтекстом». Вот правда. Абсолютно любые истории на психотему. И эта книга должна быть одной из таких. Здесь затягивается тема стокгольмского синдрома, которая возникает у 16-летней девушки по отношению к ее похитителю. Да, на данный момент я прочитала примерно половину истории. И да, читается она очень легко и быстро. Но с первых страниц я не верю в то, что здесь происходит. Начинается история в аэропорту Пангкока, где 16-летняя Джема, дочь богатых родителей, знакомится со своим похитителем Таем. Здесь же в аэропорту он ее накачивает наркотиками, отводит в туалет, там ее переодевает, сажает на рейс в другую страну. И все это, заметьте, под бесконечно натыканными в каждой точке видеокамерами. При этом я делаю упор именно на видеокамеры, не беря людей во внимание, потому что, в принципе, люди не особо заморачиваются и обращают внимание на кого-то другого, кроме как на себя, тем более в толпе. Но камеры в современном мире по видеозаписи можно отследить кого угодно, когда угодно и как угодно. Более того, существуют даже специальные программы по распознанию лиц людей. Но, блин, не в этой истории. Если бы в этой книге использовалось хоть что-то из ранее мною упомянутого, эта история так и закончилась бы, даже не начавшись. Далее мы телепортируемся в домик среди пустыни, где и будут жить наши главные герои. Выглядит все это более чем странно, но читаем дальше. Должна признаться, последние несколько дней я даже не брала в руки камеру по той простой причине, что в условиях самоизоляции, когда дети с тобой 24 часа в сутки, просто нет возможности ни уединиться, ни как-то поделиться своими мыслями. Поэтому, пока они смотрят мультфильмы, у меня есть 10-15 минут, чтобы быстренько вам рассказать об оставшихся книгах марафана и поделиться своими впечатлениями. Поэтому не буду делать долгие вступления, а сразу начну рассказывать о впечатлениях от прочитанных книг в рамках марафона «Пять мгновений весны». В последнем своем включении я начала рассказывать об истории Люси Кристофер в заперти. На данный момент эта история прочитана, и это такая странная история. Нет, это нелепая история с хорошим, хорошо продуманным, заключительным комментарием психолога. Также в предыдущем включении я остановилась на том, что Джемма и Тай пытаются вместе жить в домике среди пустыни. За развитием отношений главных героев мы наблюдаем через письма, которые пишет Джемма. Как она поначалу ненавидит Тая, как она планирует побег. Потом она вдруг начинает видеть в Тае не похитителя, от человека и в конце концов к нему привязывается. И вот эта важная составляющая всей истории, ее суть и смысл в целом выглядят еще более неправдоподобно и нереально, чем само похищение. В книге нет насилия, нет психологического подавления. Напротив, главные герои ведут себя как старые добрые друзья. Странно, да? Вот им не было странно читать книгу, заведомо зная, что это должна быть хорошая психодрама. В результате я прочитала приторно-сладкий Янг и Далг, да еще и с ванильным душком. Концовка здесь, кстати говоря, под стать всему ранее произошедшему, поэтому погружения в историю не получилось, да и, собственно говоря, говорить больше не о чем. Третьей книгой, которую я прочитала в рамках этого марафона, стал роман Сары Джио «Соленый ветер». Эта книга на все 100% в стиле автора. И пусть я не такой уж знаток творчества Сары Джио, но, тем не менее, эта история, этот роман написан ровно по тому же сценарию, что и прочие ее истории. Единственное отличие здесь, пожалуй, это то, что нет постоянных метаний от прошлого к настоящему и назад. Все начинается в наши дни, ими же и заканчивается, а вот основная часть истории это воспоминания главной героини Анны Кэллоуэй. Анна – дочь богатых родителей. Она наперекор им закончила мединститут и сейчас готовится выйти замуж, пусть не по любви, но тем не менее. Но так случается, что начинается война, и Анна решает вместе со своей легкомысленной, довольно ветреной подругой Китти уехать в качестве медсестры в зону военных действий на остров Бора-Бора. В лагере, где 2000 солдат и всего лишь неполные сотни молодых девушек-медсестрер разгораются поистине любовные страсти, которые все время еще и подогреваются и войной, и смертями. И в центре всего этого, конечно же, оказывается наша главная героиня Анна. В общем и целом, эта история неплохая, ровная, предсказуемая, но неплохая. А вот концовка слишком уж неправдоподобная, такая, знаете, приторно-сладенькая, что ж противно. В нее абсолютно не веришь, хоть кардинальные нового окончания вот этого романа в стиле Сары Джио ты и не ожидал. Но после «Вкусия» получилось нехорошим, поэтому и историю в целом хвалить тоже не хочется. Книгой номер 4 стал самый известный роман Шарлотты Бранте, которым зачитывались еще наши бабушки и мамы. И это, конечно же, Дженейр. Этот великий роман я никогда не читала. Это было первое мое знакомство с первоисточником. Когда-то давно смотрела экранизацию, но о своих впечатлениях даже не помню, потому что это было действительно ну очень-очень давно. А вот книга мне определенно понравилась. Она настолько круто продумана, она так скрупулезно прописана, она невероятно атмосферная и глубокая. Читать Дженейр очень интересно, погружаться в нее тоже. Ты легко себя представляешь в доме тетушки Рид и в пансионате, и в поместье Эдварда. Мне очень понравилось наблюдать за самой Дженейр, за нашей главной героиней. Как она растет, как она развивается, как она следует своим принципам и отстаивает свои позиции, как она добивается своих целей, как она отстаивает свое мнение. Это действительно очень круто и ты видишь вот это вот развитие по восходящей линии. Ну просто класс. Единственный минус, пожалуй, который все-таки есть у этой истории, это отсутствие эффекта вау, когда тебе хочется грызть ногти от нетерпения и читать, 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 пока не дочитаешь до конца, до финальной точки. И заключительная книга марафона, книга номер пять, это песня, торжествующая любви Ивана Сергеевича Тургенева. Эта история прошла нелегкий путь перерождения, ибо Иван Сергеевич неоднократно поправлял ее, меняя сцены так, чтобы они не давали однозначного ответа. Он хотел сохранить загадочность и таинственность происходящего и, должно сказать, что ему это очень даже удалось. По сюжету мы переносимся в итальянский город 16 века, Феррару, где живут два закадычных друга Муций, музыкант и Фабий, художник. Оба они влюбляются в одну и ту же девушку, которую зовут Валерия, и она же в конце концов выбирает одного из них. Отвергнутый поклонник уезжает из города, но спустя четыре года он возвращается, и с момента его возвращения начинается колдовство в прямом и переносном смысле этого слова. И, знаете, из этой истории можно было бы придумать очень крутой длиннющий мистический сериал. Здесь такие классные, крутые повороты сюжета. Как я уже сказала ранее, они не дадут вам конкретного ответа, они не дадут вам однозначного ответа на то, что происходит. Мы только можем догадываться, как тот или иной ход автора можно растолковать. И это по-настоящему круто, потому что в результате ты получаешь сразу несколько интересных историй. Такого Тургенева лично я не знала и уж точно не ожидала, что будет что-то подобное. Но это совсем небольшое произведение, определенно стоит внимания каждого любителя книг. И да, это была заключительная история в рамках марафона «Пять мгновений весны». Если вы читали какие-то книги, о которых я сегодня рассказывала, то обязательно пишите в комментариях, понравились они вам или нет. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok